Мирная Добрый день! Поговорим о странностях любви. Денис лучше других знает о том, что при определенных обстоятельствах еда может стать средством обольщения. Что будем готовить? Гусиная печень со шпинатом, с мароковым соусом и манго. Даже чайники уже поняли, что учиться кулинарному мастерству нужно только у профессионалов. Торговая марка Мирная дарит нам с вами уникальную возможность брать уроки кулинарного мастерства у самых знаменитых шеф-поваров нашей страны. Мирная лучшее в наше время. Также я благодарю вкусного партнера программы Торговую марку Тульчин, которая специализируется на выпуске колбас и мясопродуктов наивысшего качества. А вот теперь мы узнаем у шеф-повара, что нужно купить. Для этого блюда нам всего лишь только придется купить марокуя, манго, лемонграсс, лимонный сорго, листья, дерево лайм, гусиная печень. Это украинский национальный продукт. Можно сделать из манго. Мы подготовили пюре манго. Шпинат бланшированный, сливочное масло, перец, соль. Ну, в принципе, и все. Скромный набор продуктов, которые можно купить в супермаркете. Потому что мы готовимся ко дню Святого Валентина и с помощью Дениса Комаренко показываем, как еда может стать средством обольщения. Ну, скажем так, плод марокуи есть, средство обольщения. Он называется плод любви, по большому счету. Так переводится, да? Да. А где он растет? Все восточные страны. Все восточные страны. Ну, довольно много очень на Кубе этого. О, ну, на Кубе с любовью вообще, по-моему, круглый год, полный порядок. Это у нас тут морозы по 30 градусов. Подготовим печень. Но печень – это такой продукт, который нельзя готовить ни холодным, ни очень теплым. Печень – такой продукт, который нельзя вообще морозить. То есть для того, чтобы морозить печень, нужно специальное оборудование. То есть ее можно морозить, но ее нужно обезводить специально, потому что в любом продукте есть вода. Когда вода, происходит кислородизация, молекулы нарушаются, печень не жарится. Почему у многих пешеповаров печень не жарится? Она разваливается. Я в очень многих ресторанах-то видел. И это первое, это неправильное хранение. Как крошица. Да, если она была заморожена, то она не была неправильно заморожена, или же просроченный продукт. Хорошо. Итак, мы взяли кусочек гусиной печени. Печень, да. Поперчили. Поперчили ее чем? Белым перцем. Поперчили. Да. Посолили солью морской. То есть это мы отставим в сторону пока. Возьмем наш плод маракуйя. Плод любви. Плод любви маракуйя, да. Мы его разрезаем, и он выглядит вот таким вот образом. Это то... Немного на гранат похож, да? То есть некие зернышки... Совершенно. Ложку мечайную. Похож по виду, да? Некие зернышки в какой-то сочной оболочке, да? Сочная оболочка. Это все зернышки и все оболочки можно есть. Это тот продукт, который можно есть весь. От кусочек до... Ну, только шкурку не надо есть. Он очень такой кисло-сладкий на вкус. Очень интересный. И эти зернышки глотать? Да, эти зернышки можно есть. Можно раскусывать, есть. То есть это продукт можно есть все, кроме шкурки, конечно. Продукты красивые, все очень сложные, но готовить при желании очень легко. То есть мы возьмем нашу маракуйю, выложим сотейник. Два плода, это вот как раз... Я думаю, мы можем себе позволить, ну, для девушек, скажу по секрету, чем больше маракуйтесь, тем больше шансов. Я не зря попросила именно этого шеф-повара принять участие в Валентинской программе. В программе «Ко дню всех влюбленных». Он очень много знает таких вот секретов. Ох, этот Денис! Мы разогреем наш маракуйевый плод. То есть пока там ничего? Там только маракуйя, она чуть-чуть сейчас закипит, сок отделится от косточек, косточки оголятся, они будут такие черненькие. Чуть-чуть сахара, плод кисловатый. Потом мы туда вливаем пюре из манго. Мы варим соус буквально, ну, 2-3 минутки, потому что пюре манго оно само по себе густое. Мы будем чуть затянуться, напитаться вкусом от манго и маракуйя. То есть такой своеобразный симбиоз создается соусом. Это играют три игрока. Манго, маракуйя и сахар. Да, и мы обязательно в конце добавим еще масло сливочное для того, чтобы создать вязкость, эмульсию так называемую. Четыре. Чтобы, когда мы польем соус на тарелке, чтобы он не растекался, как вода, а он был такой очень эластичный и приятный. Ну, как жинка на дотик. Как жинка на дотик. Нет, вы посмотрите, как повара понесло. Следующее. Берем сковородку. Берем сковородку, да. Печень – это такой продукт, который нужно обязательно жарить на сухой сковородке и достаточно хорошо разогретой. Поэтому мы разогреем сейчас сковородку слегка, ну а в соус еще можно добавить пару штучек. Это как вот такой вот продукт. Мы его добавляем для того, чтобы вытянуть слегка лимонный вкус. Он очень приятный на вкус. Лимонником пахнет, да. Мы добавляем сюда его. Добавляем лист лаймового дерева. Это не лавровый лист, это лист лаймового дерева. То есть мы добавляем это все сюда и даем ему в тепле чуть постоять. Мы получим от него такой неуловимый на первый взгляд. Аромат. Ну что значит в тепле? Где в тепле? Ну это между плитами где-то посрединке, чтобы она была более-менее. Вот сковородка чуть задымилась, мы кладем на нее печень. То есть печень начинает жариться вот таким вот образом. Это не цептор, но жарится и без плиты. То есть мы ее поджариваем слегка. То есть печень такой деликатный. Ну разогретая сильно это будет, да? Ну да, тяжело будет, если дотронешься. Поэтому, если бы женщины такие были. Обратите внимание, что нужно было сделать. Фуагра жарится вот на этой сковородке, вот жарится на сковородке, а потом перекладывается на холодную. И туда добавляется кусочек сливочного масла. И уже вот на этой холодной сковородке ставится в духовку. Ну да, сливочное масло придет некий такой приятный ему аромат, потому что если на горячую сковородку... Оно сразу почернеет. Да, оно сразу почернеет. Тем более ты ставишь духовку 180 градусов. Три минуты? Да. Три минуты 180 градусов? Три минуты масло начинает гореть и очень неприятный вкус возникает. Поэтому мы сделаем правильно. Правильно ставим на три минуты при температуре 180 градусов и тогда у нас все получится. Теперь мы возьмем манго, наш манго. Нам нужно его почистить. Нам нужно его почистить. Как картошку. Как картошку. Индийскую картошку, ну то есть. Тарелка на окрытой салфеткой. Это для гусиной печени. Сейчас я вам покажу, что мы с ней будем делать. Мы берем, достаем сковородку. Ой! И эту печень вынимаем на салфетку. То есть печень же у нас очень жирный продукт. И он выделяет жир. Поэтому нам нужно, чтобы лишний жир остался на салфетке. И ее сохраним в теплом месте. Возле плиты. В это время у нас стоит сковородка. В которую мы добавляем... Просто раскаляется сковородка. Да, шпинат. Чуть шпината. Никакого оливкового масла? Нет, ничего. А, потому что сливочное, да? Добавляем. Мы готовим все на сливочном масле. Добавляем ломтики манго. Чуть-чуть им даем нагреться. То есть слишком греть такой продукт, как манго, шпинат не нужно. И у нас, в принципе, все готово. Поставим наш соус и добавим в него сливочное масло. Подробный рецепт блюда для влюбленных от шеф-повара ресторана «Марши» Дениса Комаренко вы, как всегда, найдете в еженедельном журнале «Десять дней». Положим шпинат, как некая постель для агусиной печени, скажем так. Боже мой. У нас... Я напоминаю, что мы готовим блюда ко дню Святого Валентина. Да. И шеф-повар французского ресторана «Марши» Денис Комаренко посвящает его, конечно же, всем влюбленным. Почему у нас такие рождаются романтические эпитеты? Ну, из практически полезной информации, Денис, с твоего позволения, я скажу информацию, интересную для киевлян. Каждую среду в ресторане «Марше» все блюда из гусиной печени продаются с 50-процентной скидкой. Знаешь, Денис, впервые я должна признаться, что мне жаль, что передача как-то быстро заканчивается. Мы только приготовили фуа-гра, и только хочется продолжить разговор о странностях любви, а уже пора прощаться. Конечно же, тебе полагаются подарки от наших спонсоров торговой марки «Мерная-мерная» лучшее в наше время и вкусного партнера торговой марки «Тульчин», которая специализируется на выпуске колбас и мясопродуктов только наивысшего качества. Спасибо. А еще, знаешь, что хотелось спросить? Ты в этом году отдыхал зимой? Нет, не отдыхал. А как ты к лыжам относишься? К лыжам? Я к конькам положительно отношусь. А к лыжам нет? Ну, к лыжам пока нет еще. А вот ты должен поехать на горно-лыжный курорт Буковель. Там, кстати, всех самых модных поваров нашей страны встречают особенно с таким особым почетом. Серьезно? Серьезно, да. Потому что на горно-лыжном курорте Буковель продолжается высокий сезон. Все, я, пожалуй, сказала все, но хочу теперь предоставить слово повару. И что ты пожелаешь всем влюбленным, которым ты посвятил свое блюдо? Скажем так. Я желаю, чтобы это быстро приготовленное блюдо не заставило долго ждать влюбленных. И сыграло свою... Я думаю, этого достаточно будет от этого блюда. И стало средством обольщения. Если мужчина приготовит такое блюдо для девушки, а девушка для своего любимого, то... Ну что, дорогие телезрители, удачи, приятного аппетита! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Программа представляет торгова марка Мерная. Мерная – найкращая у наш час.